Трансляция экрана у нас запустится. Так, пара евро-доллара у нас, дневной график 1.16.41. Вчера мы еще раз протестировали 1.16.12, поддерживались выше нее. И если смотреть EDX, то дневной график показывает 21, flat, RCI-44, средняя по Bollinger стоит у нас на отметке 1.16.67, это сейчас является сопротивлением. На четырехчасовом графике у нас тоже входят EDX ниже 20, и часовые свечки у нас тоже входят EDX ниже 20. Что здесь у нас по фундаменту? Там на рынке облигаций небольшой рост спреда доходности, сейчас проходит и вчера, тоже был вечер, чем Германия-США. И еще более сильный такой рост по спреду Германии и Великобритании. То есть в паре евро-фунт это такая сильная тенденция. И также мы можем отметить, что сегодня у нас растут там активы, это нефть подрастает вот график. Мы в целом говорили на этой неделе, что нефть выкупают на плохих новостях, которые на этой неделе были в среду. И это все указывает на то, что нефть будет у нас расти, нефть будет вверх в 80-ти, постиренно потихонечку мы как раз к 80-ти и подел. Золоб у нас его должен быть не так сильно, но тем не менее рост есть для евро. Но поскольку у нас техника такая, то здесь получается у нас вот есть средняя граница по колледжеру на часовом графике, это 1.16.31. И вот от нее может быть рост верхней границы, это у нас 1.16.31. А здесь такой вот сигнал пунктов на 50-ти вверх, а вот 1.16.1. Более сильный сигнал у нас в паре евро-фунт. Там у нас и рынок облигаций показывает более сильный сигнал, и у нас есть тренд по EZX на дневном графике, 38.5. Мы как раз в среднем стоим за боллинджером, и судя по всему, сегодня будет последний день роста, и в понедельник будет акция вниз. Четырехчасовые свечки тоже показывают тренд вверх, 50-ти вайдет, и часовики тоже показывают тренд вверх, 58. То есть вот здесь все три графика, они тренд вверх. Устремление по боллинджеру на часовом графике 0.8944. Вот здесь можно покупать, и цель этого движения 0.8970. В этой валютной паре у нас стоимость пункта 1.5, если в евро-долг 1, здесь 1.5, поэтому здесь, если движение 30 пунктов, то это как 45 пунктов по евро-долгу. Поэтому если вот сходить инструменты, то и там, и там получается сигнал на покупку, он больше сигнал на фунт, чуть послабже доллара. Уважаемые коллеги, давайте, пожалуйста, с вами вопрос о евро, и я на них с удовольствием отвечу. Пока вы поспешите, она была британской валюте, она у нас на камне пробила 1.30, она не закрепилась, закрылась чуть повыше. В целом по фунту у нас отелло, и вчера были тоже плохие новости по розничным продажам. В целом плохие были отчеты на неделю по Великобритании. На рынке и облигаций там сплошные разочарования, доходность падает, и спред в Великобритании и США падают, и рост спреда евро, фунт, получается, тоже плохо для фунта. Поэтому здесь получается, что фунт сегодня такая плохая валюта, самая плохая валюта на этой неделе. Дневки, тем не менее, тренд вниз не показывают, 24.7X, 4-часовки показывают 19, то есть тоже тренда нет, и в 18-м по часовому графику. Поэтому здесь, на мой взгляд, мы упадем, но мы не будем падать ниже вчерашнего минимума, который был 1.2956. Я думаю, мы упадем немножко, упадем на уровень поддержки 1.2982, и ниже не пойдем. У нас нефть растет, и для фунта это хорошо, и сегодня как раз нефть им позволит фунту упасть. И здесь вообще сигналов таких вот сильных нет. Вчера был сигнал на продажу, а в этой валютной паре лучше ничего не платить. Вместо нее лучше подорогать нефть. Нефть здесь на покупку, и здесь у нас ближайшая цель – уровень сопротивления 7.464, а сейчас котировка 7.565. Следующая цель будет уже средний по «Боллинджеру» – 75.72. Ее, наверное, мы сегодня не увидим, 75.72, и, наверное, увидим на «Боллинджер» только. И потом уже после 75.72 пойдем потихонечку на 80 в августе, я думаю. Вчера было заявление, даже не вчера, а сегодня в 9 часов, полтора часа назад было заявление министра энергии России. Он интересную такую вещь сказал, что формат ОПЕК он уже себе изжил, и есть основная организация. С 1 января 2019 года начнет действовать как раз организация на базе вот этого ОПЕК+. Это один из стран ОПЕК и тридцат, которые в ОПЕК входят. Расширенная организация начнет действовать с 1 января, будут вопросы, сокращение, наращивание добычи, баланс рынка, отслеживать будут. То есть будет вот такая новая организация. Для рынка нефти это хороший, потому что чем больше стран договариваются, тем лучше. То есть они могут проводить быстро такие вот действия, когда нужно добычу сократить, они сократят. Когда добычу нужно увеличить, они будут увеличивать. И даже этот товарищ сказал, что то, что добыча сейчас в Саудовской Аравии России, это долго не будет, но проходит тому, что будет в ближайшие годы дефицит нефти. И вот здесь как раз это интересно так уже посмотреть с прицелом на пару месяцев, потому что действительно будут скоро разговоры о том, что дефицит новых месторождений. Дефицит, потому что когда цены сильно падали в 2015 году, начале 2016, то новые месторождения разрабатывались, что было невыгодно. Тут просто все как бы протянуть уже не до новых месторождений. И только сейчас стали думать о новых месторождениях, но надо думать о них было еще раньше. И сейчас из-за этого будет такой небольшой дефицит. Потом, когда эти месторождения запустят, то дефицит идет, но не придет времени, если нам будет дефицит. И поэтому здесь для нефти сигал хороший. Плюсы сегодня растет медь. Это хорошо, потому что как раз вот у нас получается медь стала падать в первых числах июля. Нефть сейчас стояла на месте потом, но нефть уже пошла вниз. Нефть сейчас растет и тоже все здесь неплохо. Поэтому вместо полдоллара лучше подорговать нефть, где более хорошей сегодня нефть покупку. Евро-доллар до конца месяца. Вячеслав, дарю вас вопрос. Вы знаете, до конца месяца я думаю, на 2, по более неравном графике, 75. Если успеем, то мы больше сходим на 1,19. А так потом, я думаю, поднимемся как раз к 1,20 и евро будет 1,20 в августе. Думал, в июле будет 1,20 и 8, нет. Понимаете, там почти дошли. Максимум был в этом месяце 10 июля, в июле мы не дошли. По евро доллар не дошли мы до 1,20. Я думаю, смещается все на августе. В августе мы увидим 80 по бренд и 1,20 как раз по евро-доллар. Здесь получается 1,165 и успеем сходить на 18.51. Может быть, в августе мы это увидим. Так, постепенно я думаю, вверх движение будет. Доллар иена здесь у нас прошли коррекции по S&P. Доллар иен тоже это захватило. Вчера вот была коррекция. Если вы смотрите S&P, то он стоит в августе после небольшого роста. Самое главное, что в августе выше 2700. Это психологический уровень. Если мы находимся выше него, то это всегда хорошо. То есть люди отдаются к дальнейшему росту. И вот этот флэт, он по идее рано или поздно должен завершиться. И из флэта рынок выходит в торрент. А потом из торрента в августе. То есть вот мы росли, по сути дела, с 4 июля. Мы росли по 18.00. И пошли в августе. Тут 2,5 лет. В августе. Когда он закончится, тут трудно сказать. Он может закончиться сегодня. Мы пойдем дальше. Может быть, в понедельник, вторник. Трудно сейчас сказать, но какие настроения у больших. В целом, если по Америке смотреть, то там все хорошо. Отчеты корпорации очень хорошие. Вчера хорошие отчеты опубликовали. И большие небольшие инфекансы. И Microsoft. Тот самый, который Windows производит с Office. И табачная компания. Также опубликовала. Филипп Моррис. Очень хорошие цифры. В принципе, почти опубликовали хорошие цифры. И прибыль растет. И доходы, выручка растет. Поэтому то, что вчера у нас корректировался, это и раз раскорреляция произошла. Отчет очень хороший. Упал. И сейчас уровни получаются очень хорошие. Чтобы все это купить. И плюс доходность облигаций немножко упала. Вчера там пошумел. Опять он тут в том ветре шумит постоянно. Но вчера он к людям выйти. Вышел из Виндента. И вышел на встречу на телеканал. Один американский CNBC. И он там сказал такую речь, что ФРС мешает американской экономике расти. ФРС повышает ставки. Это неправильно. ФРС больно быстро повышает ставки. Надо повышать поспокойнее. Потом трудится изо всех сил. Благо Америки. Далоговую реформу придумал. Тут SkyNDR пытается договориться. Тут и Россия взберет горе. Сегодня было такое ощущение. И вроде бы потом он старается изо всех сил. Но вот ФРС мешает. И в этом году два раза было повышение ставок. Это очень плохо. И с укором он это сделал. Дэрис Пауэлла. Что вроде как он тут инициатор этих повышений. Самое здесь смешное, что как раз именно Трамп и предлагал Пауэлла вместо Елен. Причем активно предлагал. Он сказал, что Елен плохо управляет ФРС. Надо нового человека. Пауэлла есть. Трамп ему доверяет. И вот сейчас он его так обвинил. Прилюдно. Ну в общем, она продолжается. И вроде как вчера рынок на Среднете среагировал в том формате, что 26 сентября ФРС повышает ставку. А вот в декабре вроде как может и не повысить. Там в ноябре выборы в Кангресс. И будут, скажем так, люди подумают, что не будут повышать ФРС ставку, чтобы дать индексам подрасти. Потому что у американских жителей рынка средств находится на рынке акций, на рынке облигаций. И если рынки растут, они приходят на выигры в хорошем настроении. Если рынки падают, то настроение плохое. Поэтому здесь вроде как инвесторы по фьюжерсу на ставку ФРС стали закладывать, что в декабре ФРС может не повысить. И, наверное, не повысить. Пока все это слухи. В принципе, ФРС в том числе можно умение поменять. В декабре еще очень долго. Но здесь, кажется, вот на сегодня, если так говорить, доходности по облигациям упали. И акции более интересных покупок, поскольку отчеты хорошие. Поэтому, в принципе, сегодня ФРС может закончиться. Но, может быть, он только закончится в понедельник-вторник. Поэтому где-то в самое-самое ближайшее время ФРС зайдется. И мы пойдем как раз на эту самую верхнюю границу. У S&P Болинджа стоит на дневном графике 9839. И, соответственно, пара доллара-иена также понятен вверх. Поэтому здесь покупать S&P пару доллара-иена на текущем уровне 1337. И пара доллара-иена на текущем уровне 1337. А у S&P 2809 может быть, это будет сегодня. Может быть, только в текущем уровне. Трудно всегда понять, когда флэс заканчивается. Этого никто не знает, когда флэс заканчивается. Поэтому тут просто вот купить и подождать. Может быть, успеем сегодня. Может быть, не успеем. Что у нас сегодня еще интересного? Золото у нас тоже сегодня может хорошо подрасти на коррекции, на закрытии шортов. И здесь, если так вот посмотреть, с четырехчаса график у нас получается средняя. Рахун 1226. Максимум недавно был 1229. И уровень ближайший 1234. Вот, на мой взгляд, золото может подрасти сегодня к максимуму от 1230. Золото, видите, сейчас 1223. С чем мы с вами связаны с золотом? Евгений, спасибо за вопрос. Здесь, я думаю, было связано с автоматического доллара. Потому что доллар у нас сильно на золото влияет. Если посмотреть вот график золото и рядом посмотреть график евро, то мы увидим, в принципе, много общего. И там, и там падение началось. Вот в апреле был пик, а золото. 11 апреля 1365. Падение. Евро пик был тоже 11 апреля. 1296. И вот падение. У нас минимум был 29 мая. С тех пор я его минимум не обновлял. Так, во флете. И золото падало, падало. Поэтому сейчас золото подрастет. Тоже на закрытие шартов. Золото в мире нравится как антидор. И если доллар вверх, то золото вниз. Плюс еще на золото я не разу. Если он растет, то для золота его вниз тоже. СНП у нас, если так вот посмотреть, вот график СНП. У нас как раз в апреле был минимум. Такой локальный. 2560, а был 4 апреля минимум. То есть, собственно, такая вот карта, что в апреле СНП сделал локальный минимум. Баду в течение марта. На начале минимума и пошел золото максимум. В начале апреля пошли вниз. Сегодня, я думаю, могут расти и там, и там. СНП и золото. СНП вот на своих фатрах. А золото вот на... Закрытие вот этих... Польший старт. Евгений, по сберу сейчас посмотрим. Спасибо за вопрос. За тебя политику сканилось. Еще. Но если так вот... Сейчас, я вот интересную картину наблюдал. Прямо перед нашим вебинаром. Рулок открылся и упал. Вот так вот мы сейчас... Вот такая святость. И я думаю, что вроде произошло плохого. Рубль немножко вырос. Значит, в принципе, паники нет. Потому что если у нас вебинар... Сбер попадают там другие инструменты. Тот же самый, допустим, лукойл. Вот он. Немножко тоже упал. Но в целом... Это не минимум какой-то существенный. Если Сбер упал за две недели. С начала месяца. То здесь такое небольшое снижение. Рубль, и вот он у нас снижается немножко. Посмотрел облигации, RGBI подросли немножко. Сбер упал. Думаю, наверное, какая-то просто такая вот локальная паника. В течение часа. То есть просто вот нервы продают. Продают. И когда кто-то продает так нитки, то другие, они в стакан заявок, они выставляют как раз вот цена. То есть если кто-то продает по 208, то кто-то другое, кто покупает, он думает, а зачем мне по 208 покупать? Поставлю на 207, 50, то он может мне и продаст. Ставят заявку на 250, или продают по 207. Потом другой думает, зачем мне по 207, если я сейчас поставлю на 207, и да, он покупает. И вот так вот цена сползает. Поэтому, видимо, вот сегодня рвы сдали, не знаю, с чем это связано. Вроде, в принципе, плохо. Трамп Путина пригласил на встречу в Америку. Следующий раз у Путина, американский президент, еще Обама это был, он пошел, или даже не Обама, а Амбон. Это был, в общем, в моем году, кто там у них был президентом, я уже не помню, наверное, Амбон с восьмого, вот кто был перед Обамой, вроде бы уж младший, и вот как раз он приглашался президента России. То есть, в седьмом году, последний такой был саммит, с тех пор неких саммитов не было, а потом в седьмом году все ухудшилось. И вот сейчас пролетел впервые за 11 лет, такой саммит, и Трамп говорит, надо с Россией дружить. Ну, конечно, каждый час разные вещи говорит, и вроде пульта врага, и надо дружить, но по факту ощущается, что такое приглашение надо рассматривать как пыльтус. Ну, сейчас, вроде все неплохо, но у кого-то нервы раздавали, вот сейчас упал. Что сейчас у нас может быть? В принципе, посок всох, и у них подрастает, сейчас, по идее, сходим вверх, будет такая лучшвилька. Кто-то потом может сказать, что маленькие креностопы развладили, но это глупости. Просто у кого-то сдали нервы, вот продавал. И обычно, когда, я вот так замечал, когда у кого-то нервы сдают, то потом рынок разворачивается, и идет так хорошо вверх. То есть, прям вот люди, люди как раз, у людей есть свой свойство выходить из рынка на минимумах, а пока на максимумах. И, как раз сейчас, судя по всему, кто-то в минимумах, и рынок, я бы, пойдет вверх. Поэтому, здесь, если так вот смотрите, то, сильно так урок начнется, когда вот здесь, у нас есть в середине графика максимум, 238 почти, 11 мая. Вот когда мы его закроем, день выжим, то понесется вверх. Прямо там, стопов, в общем, эйфория начнется, и подержит вверх. До того, пока вот мы не пробьем, сильно вот такого прям вот быстрого роста не будет. Я думаю, мы пробьем. Когда пробьем рост времени, это случится, допустим, в июле, на следующей неделе, или там 30 июля, случится где-то ближе к 23 августа, когда будет отчет за 6 месяцев. Оно может быть и так, и так. И посмотрим. В целом, здесь будет верх, и оно усилится, когда пробьем 20 августа. Если интересно получить более такой сильный сигнал, то тогда входить в этот инструмент не стоит сейчас, а ждать, когда именно будет закрытие дня в 230 августа. Если есть интерес войти сейчас, в этом 2-3-4 недели, и дождаться пробоя 238, и потом уже вверх, тогда сейчас уровне. 30 рублей ниже, чем 238. Поэтому уровень очень хороший. В общем, два сигналы есть. И каждый для себя может подпишись, что ему более интересно. Вот она у нас, свечка. Вот сейчас. Наши такая. Вот сейчас 285. Вот. У кого-то нервы сегодня сдали. Обычно, как раз так и бывает, что нервы сдали, и потом ворот. Я это уже много раз на сборе замечал. Я, потому что инструментом тоже торгую почти 4 года, последние. И каждый день поглядываю на него. И вот сегодня такая интересная ситуация. По волнам анализу двести, сначала первая волна, потом вниз, и теперь движется локально. Евгений, вы знаете, у меня тоже такой сценарий в голове. Вот прям, как вы написали, совпадает. И возможно, кстати, так не более, у меня вот прям один в один с вашим сценарием. Единственное, что у меня получается локально 262, 269 у меня получилось. И потом 269 уже следующий такой пик у меня получился 320. Поэтому посмотрим, в принципе, у меня тоже вот такой сценарий в голове. поэтому, может быть, он реализуется. Уважаемые коллеги, завершаем наш вебинар. Всем спасибо за внимание. На будущей неделе, в понедельник, буду рад вас видеть на вебинаре в 10.30 по Москве ежедневный обзор рынка. На будущей неделе также мы проведем вебинар в четверг по ЕЦБ в режиме умеемые о нем поговорим. И также опять в суббой вебинар мастер-класс Евгений Катышев и я буду проводить его. Поговорим о том, как входить в рынок, где выходить, как использовать объемы. Евгений специалист по объемам рынка. Я также поговорю о фундаменте техники. И вот, чтобы получить приглашение на такой мастер-класс, необходимо прислать промокод на адрес электронный schoolsobak freshforex.com А этот промокод можно найти в разделе фреш-прогноз. Надежда, конечно же, можно про доллар-канадец. Спасибо вам за вопрос. Сейчас тогда трансляцию включать не буду, просто быстро посмотрю график. Так, доллар-канадец. EDX дневки ничего интересного нет. Четырехчасовки вверх часовки LED, если нефть вверх это вниз. Вы знаете, Надежда, хорошего прям сигнала по технике и по фундаменту нет. Я бы пропустил эту валютную пару. Лучше дождаться, когда у нас будет сигнал допустим по нефти вверх и технический сигнал тоже в этой валютной паре. Тогда можно будет торговать. Евгений, ответ будет обязательно на будущей неделе. Просто мы сейчас собираем все заявки. У нас количество мест ограничено. 50 человек на мастер-классе. Заявки сейчас собираем и потом уже по результатам пришлем всем приглашение. Поэтому не переживайте. Приглашение будет либо в среду, либо в четверг на будущей неделе. Ссылка и время. Видеозаписи вебинара не будет, поэтому можно будет присутствовать только в режиме онлайн. Еще раз всем спасибо, всем успехов, приятных выходных и в понедельник.